По многочисленным слухам, французский доигровщик Эрвин Гапетт по окончанию текущего сезона покинет турецкий халтбанк и присоединится к составу локомотива из Новосибирска. И это, пожалуй, может стать самым неожиданным и обсуждаемым переходом в текущем олимпийском межсезонье. Уже состоялось много громких официальных переходов, но такого поворота событий не ждал, пожалуй, никто. Что стало причиной потенциального трансфера олимпийского чемпиона в локомотив и что нам стоит от него ожидать? Давайте сейчас и попробуем разобраться. Так что, как обычно, не будем больше тянуть. Поехали! Кстати, друзья, вы можете забрать подарок от нашего партнера по ссылке в описании. Наслаждайся игрой, остальное зови в лайн. Итак, как вообще получилось, что НГПетт может оказаться в России? Француз уже дважды выступал в Российской Суперлиге, и оба раза нельзя назвать идеальными. Сперва, приехав на помощь своему отцу в Кузбасс, Эрвин просто сбежал из клуба. Но несмотря на это, доигровщика пригласили в Казанский Зенит, который на тот момент являлся обладателем всех внутренних трофеев, а также победителем клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов. И вот этому гегемону необходимо было закрыть позицию легионера после ухода Леона, и для этого был подписан НГПетт. Несмотря на частую критику, я бы не назвал провальным пребывание французов в Казани. Да, Зениту не удалось продолжить гегемонию в Лиге чемпионов. Да, и на внутреннем поприще они смогли выиграть только два кубка и два суперкубка России. А вот продолжить доминацию в чемпионате у них не получилось. Но обвинить в этом доигровщика вряд ли получится. Тем не менее, именно последнее впечатление об Эрвине было ужасным. Француз в одиночку отдает концовку пятого сета матча с Кузбассом в финале шести и впервые за 15 лет оставляет Зенит без медалей чемпионата России. Ну и нельзя не отметить, что НГПетт также сбежал из своего клуба, но все же вернулся и доиграл. Обо всем этом я подробно говорил в отдельном выпуске, так что обязательно посмотрите его по ссылке в подсказках, если еще этого не делали. И все же, МП Ле Пяды в Токио дают еще один шанс. И в этот раз его приглашает в свой состав Локомотив. Как вообще получилось так, что мы смогли стать с вами свидетелями такого перехода? Еще не так давно за французским худесником мяча выстраивалась целая очередь из топовых клубов. И он самостоятельно выбирал комфортный для себя вариант. Что он сделал в прошлом межсезонье, выбрав Халбанг, где он планировал отдохнуть перед Олимпиадой, чтобы быть в лучшей форме на домашнем турнире. Где он, кстати, очень хочет быть знаменосцем. Но глядя на его текущую физическую форму и уровень игры, показанный в Лиге Чемпионов, уже вряд ли какой-то топовый клуб с распростертыми объятиями встретит Эрвина, особенно учитывая его зарплату. МГП точно не согласится играть за идею, потому что с душой он играет только за национальную сборную. Поэтому список предложений для доигровщика стал существенно короче, чем он мог быть раньше. Например, им активно интересовалась ЗАГСа, который ожидает существенная трансформация в связи с уходом почти всех легионеров. И тем более неожиданным кажется предложение из России, куда казалось, что МГП уже не вернется никогда. Особенно после своих высказываний по поводу внешней политики России и возможного проведения Чемпионата мира на ее территории. Но как показывает практика, француз не очень принципиальный человек и готов постоянно менять свою точку зрения. С учетом, что сейчас активную закупку проводят японские клубы, могло показаться, что доигровщик мог поехать именно туда. Только если вы следите за тенденциями трансферов в Лигу, туда чаще берут высоких и атлетичных игроков, способных с легкостью справляться с низкоростными блокирующими и брать на себя большую часть атак в течение матча. Просто хорошим приемом и защитой там не удивишь, там этого и так хватает. Скорее всего поэтому и не ходят никаких слухов касательно персоны НГПета и его переезда в Японию. Почему же тогда француз не останется в Турции? Изначально, как я отмечал в начале видео, он шел туда за деньгами, игровой практикой и удобным графиком. Примерно затем же туда прибыл и Андерсон. Но как бы безразлично ни выглядело Алисон НГПета, он максимально жадный до мотивации волейболист. А турецкий чемпионат ему не может предложить достойный уровень конкуренции. Для него это чисто работа в компании с хорошим другом в теплой стране. Там он может себе позволить играть в полсилы, поднимать мячи ногами и издевательски набирать очки в нападении. Вообще, звучит сказочно, но не для Эрвина. В связи с отсутствием должного уровня мотивации, французский договорщик сильно растерял свои физические кондиции. Да, нужно готовиться к Олимпиаде, но она же летом. И тут включается логика всех желающих набрать форму перед пляжным сезоном. Дайте мне один месяц и все поразят самому прекрасному телу. Но обычно поражаться приходится только самому человеку, что за месяц ничего кардинально поменять в себе не смог. И как мне кажется, сильным ударом по самолюбию Нгапета стал не самый удачный перформанс на клубном чемпионате мира, а затем и вылет из лиги чемпионов. И вот в четвертьфинальном противостоянии против Лобы Чветановы Эрвин действительно укладывался по максимуму и бился за каждый мяч, пока в этом был смысл. Хотя флешбеки от слитой концовки в матче против Кузбасса здесь тоже проскочили. И скорее всего после этого француз решил, что пора выбраться за дело и включаться в профессиональный режим, потому что в 33 года уже сложно игнорировать последствия своего образа жизни. И как будто Новосибирск выглядит для этого идеальным местом. Холодный климат, постоянные перелеты, ну и конечно же игра в топовом клубе и топовом чемпионате. Некогда ходить по клубам, нет возможности постоянно валяться на пляже и высокий уровень конкуренции. Это все, что нужно, чтобы сосредоточиться исключительно на работе. Так, мы порассуждали над тем, почему НГП мог выбрать Локомотив. А теперь нужно подумать, а для чего же нужен клуб из Новосибирска французский доигровщик. Данная позиция, пожалуй, самая нестабильная в составе Лока. А с учетом, что в следующем сезоне Мартина Атанасова в команде не будет, то остается вакантное место легионера, которое нужно кем-то заполнить. И как будто НГП должен прекрасно закрыть эту брешь и усилить командный прием, который выглядит далеко не лучшим образом в текущем сезоне. И такой исполнитель был бы идеальным решением, даже несмотря на свои не самые лучшие кондиции в атаке. Если француз сможет решить проблему с приемом и зацементировать заднюю линию, то имея в своем составе двух монструозных центральных и мощного диагонального, потребность стабильного набора очков НГП уже не рассматривается. Так что на бумаге это практически идеальный вариант для обеих сторон, с учетом текущих обстоятельств. Да и в целом для Суперлиги это полезные трансферы. Сейчас достаточно сложно убедить сильного легионера приехать в Россию. Так что такой медийный персонаж как НГП может стать хорошим прецедентом для переезда других звездных игроков. Как допустим, Майка Кристенсен поспособствовал возвращению Андерсона в российский чемпионат. Хотя отсутствие Лиги чемпионов все еще является серьезным фактором для выбора. Но все, что я озвучил ранее, это лишь догадки и работать все это будет в идеальных условиях. Так что безусловно нужно обсудить те негативные факторы, которые могут возникнуть после переезда НГП в Россию. Ни для кого не секрет, что свой лучший волейбол Эрвин демонстрирует, выступая за сборную Франции. На клубном уровне для вдохновенной игры нужны какие-то очень весомые поводы. Да и мотивация штука временная. Уже неоднократно мы наблюдали, что после какого-то неудачного отрезка НГП укладывают у себя в социальных сетях какие-то видео из тренажерного зала. Но после этого с каждым годом его физическая форма становится только хуже. Так что и сейчас есть сомнение, что в 33 года человек, который всю свою сознательную жизнь нарушал спортивный режим, сможет полностью перестроить свои привычки и вернуться в боевые кондиции. Поэтому даже если сейчас фантус и заряжен, то в начале следующего клубного сезона он вернется в свое привычное состояние. Да и будем честны, вряд ли он будет сильно воодушевлен жизнью в Новосибирске. И велика вероятность еще одного мятежа от этого доигровщика. Да и не стоит забывать про фигуру главного тренера. Ламин Константинов жесткий и требовательный специалист. НГП не любитель таких персонажей, о чем свидетельствовали разногласия с Владимиром Олекно. Плюс в клуб приедет и Игорь Кобзарь, что тоже молчать не станет. Так что явно сказочной жизни для француза тут не предвидится. Чаще всего НГП любит играть со своими друзьями, такими как Бруно или Немир. А с кем он будет дружить в Локо, сказать сложно. Многое будет зависеть от выступления Франции на домашней Олимпиаде. Если французы провалятся, то НГП может уйти в депрессию. Если хозяева добьются второго подряда успеха, то Эрвин может посчитать, что он достиг совершенства и вообще забить на волейбол. Кстати, в истории Олимпийских игр уже было два случая, когда одна сборная выиграла две Олимпиады подряд, а также побеждала в домашних играх. Это были сборные СССР и США. Так что идеальным вариантом для покупателя доигровщика будет хорошее, но нетриумфальное выступление сборной Франции. Чтобы НГП сильно не расстраивался, но при этом ему было что доказывать. Но на самом деле, кто бы что ни говорил, кто бы что ни писал, я не верю, что Эрвин Гопет окажется в локомотиве. И пока я не вижу его форменного сибирского клуба, я буду считать, что все это лишь слухи. А как вы думаете, окажется ли француз в России и нужен ли он сейчас локомотиву? Мне очень интересно будет познакомиться с вашим мнением. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.